Хоккей 24 Главный и главное скандальный переход этой зимы. Мик Коковский, Нинска. Как это было, расскажу я, Станислав Редикульцев. И шоу от Еремы, как Александр Еременко бился против питерских армейцев. Каждый сезон КХЛ дарит новых героев и антигероев, рождает новые противостояния, а также выявляет неисправимых двоечников и круглых отличников. Самое время подвести промежуточные итоги первой половины регулярки. Как только в Сочи по-настоящему закончился курортный сезон, команда тут же выдала впечатляющую победную серию. Леопарды выиграли 9 матчей. Дебютант лиги в начале сезона, оказавшийся зверем для плей-офф столь же редким, как собственный талисман, теперь вполне вольготно чувствует себя в восьмерке сильнейших на Западе. В общем, хоккейное зерно упало в плодородную сочинскую почву. Агроному Вячеславу Буцаеву понадобилось всего несколько месяцев, чтобы вытащить команду из трясины последних строчек западной конференции. Армейские маневры двух столиц все больше напоминают матч, если не всех, то очень многих звезд. Их встречи в регулярном чемпионате все равно, что блюда из Мишленовского ресторана на военно-полевой кухне. Неожиданны, потрясающие, волнительны, вкусные и шокирующие одновременно. Шеф-повар нитрогельцериновый Александр Радулов, задающий эмоционального чили не только в красно-синих шибках, но и всему чемпионату. Он везде лучший бомбардир, лучший расспасовщик, самый полезный, больше всех штрафа. Последний пункт делает Радулова небожителем. Удаляясь чаще других почти в два раза, он заработал 50 очков. А если бы играл хотя бы в половину, чаще и дольше. Причем самые крупные победы ЦСКА одерживает, когда Радулов отбывает наказание. Командир лихой армейской кавалерии Дмитрий Квартальнов за экватором чемпионата гонит команду все дальше в отрыв от главных, хотя кого мы обманываем, главного конкурента. Питерский СКА для московского «Динамо» стал постоянным клиентом. Можно сколь угодно долго называть эти матчи, как любой кругой, тут те же три очка. Но факт есть факт. Белоголубые уже трижды обыграли СКА. Это 100% результат и 100% на самый остро заточенный зуб в лиге. На восточных рубежах КХЛ двоевластие «Авангард» и «Акбарс» заняли первые строчки конференции, словно в телефонном справочнике. Тройка ястребов Владимир Соботко, Сергей Широков и Денис Паршин забросили треть всех шайб о мячей. Штамповка голевых изделий номер один пошла на спад ввиду травмы Сергея Широкова. Зато на сибирской арене появился талантливый коллега. Думается, когда Широков вернется на лед, вопросов по игре «Авангарда» будет гораздо меньше. Но все же Восток, в первую очередь, это неприступная крепость, а не лихая атака Запада. Полчемпионата там только и думали, как бы не пропустить друг друга на вершину. Нередко в ход идут кулаки хоккеистов, а иногда бутылки со скамейки или даже неджентльменские жесты тренера. Суровые парни свитов, астанинский батыр Дамир Рыспаев разбивали кулаки в кровь, но Тавгай полусезона – автомобилист Никита Комаров. Восток – дело не только кровавое, но и тонкое. На тоненького играет в раме магнитогорского металлурга Василий Кошечкин. Запредельный коэффициент надежности 1,58, а также процент отраженных бросков за 94 автоматически снижают голевой потенциал любой команды в разы. Это при том, что у самой магнитки в нападении есть Сергей Мазякин, первым пробивший психологический рубеж в 500 набранных в КХЛ очков. Лучшая атакующая пара защитников также с востока – Кирилл Кольцов из Салавата Юлаева и Майк Ландин из Бориса – на двоих набрали 59 очков. Всего на 9 больше, чем у одного Радулова. Но Кольцов играет в атаке лучше иных истинных форвардов, особенно преуспел защитник Уфимцев в подыгрыше. Впрочем, показатель плюс-минус 0 как бы намекает, что не всегда успешно удается совмещать желание атаковать с позицией защитника. Первый триместр в КХЛ окончен. Уже понятные приежные ученики, двоечники, что не учат уроков и не делают выводов, хулиганы и всеобщие любимцы. Стали ли мы ближе к ответу на главный вопрос о чемпионе? Пожалуй, чисто механически – да. Однако он, как и перед стартом сезона, совершенно не вырисовывается. Финский кипер Мико Коскинин стал для сурового Новосибирска настоящим иудой во вратарском обличии. Причиной тому то ли слабый рубль, то ли сильный евро, а может быть желание игрока играть в одной из сильнейших команд КХЛ. В самом громком трансфере первой половины сезона разбирался Станислав Фердикульцев. Переход, а если брать во внимание и разговоры, сопровождавшие сделку, то побег. Мико Коскинин на ФСКА, конечно, главная трансферная новость и главный же трансферный скандал. Почему мы не считаем, что это сплетни и слухи? Где это доказано, что так было? С другой стороны, обмен произошел, и на самом деле ФСКА получил вратаря, которого хотела, раз Быков сказал, что они за ним следили. А я считаю, что Сибирь получила вообще просто лучшее, что могла получить. Правовой регламент лиги, утвержденный аж до 2017 года, в 56-й статье прямо запрещает вести переговоры с игроками, у которых действующий контракт в другом клубе КХЛ. То есть договариваться должны клубы и, что особо подчеркнуто, без участия агентов игрока. Доказательств того, что эти пункты регламента были нарушены, нет. Но кому-то из журналистов сделка показалась странной. Но разве странно желать играть в одном из сильнейших и богатых клубов лиги? Тем более, если ты европеец, а зарплата твоя в рублях. Странно было бы не желать. Лучший вратарь ноября Микка Коскинен сменил Новосибирскую Сибирь на СКА. В воротах армейцев от него ждут сейвов даже больше, чем в Новосибирске. Тем более, учитывая обстоятельства этого перехода, только безупречной игрой можно заставить забыть о тонкостях этого перехода. В первой же игре Коскинен попал под динамовский пресс и не сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Теперь это уже история, но сразу после того, как слух о возможном переходе оказался в информационном пространстве, Финн, как показалось, трибун крайне нехотя заиграл в Сибири. Но его крайне охотно хотели видеть в воротах СКА. И, судя по всему, давно. Если у нас вратаре молодые и не имели опыта плов, как можно искать? Поэтому мы искали, мы смотрели, работали на рынке. Работать на рынке, то есть меняться игроками, можно лишь в первой половине сезона, а именно до полуночи 25 декабря. Условий, на которых осуществляется переход, всего четыре. Торг, естественно, уместен, поскольку все четыре пункта могут быть включены в соглашение. Кроме денежной компенсации можно уступить свое право выбора на драфте, права на хоккеистов, которые разорвали контракт с клубом, или прямой обмен игроками. Причем, как и в случае с Коскининым, за одного можно предложить сразу нескольких хоккеистов. Так, в Новосибирск уехали вратарь Александр Салак и молодой защитник Иван Берещагин. Коскинин вначале чемпионата там неважно играл. Потом в Сибири, если посмотреть количество блокированных бросков и подборов, одна из самых надежных оборон, сейчас ему здесь непросто будет. Процент отраженных бросков у Коскинина, конечно, чуть выше, чем у Салака. Но и в обороне Сибирь работает куда больше армейцев. Минус три пункта к надежности в первой же игре за новый клуб. Тому сухое подтверждение. Ну, мы в порядке просто. Да нет, но тут, видите, тоже игра-то, узкое нападение очень сильное, да, хорошее. И держит шайбу, атакует много моментов и у наших ворот, да. Но одно могу сказать, что атака сильнее оборонится, да. И я думаю, если сделать равноценно, да, будет, не знаю, сборная Российная, наверное. Несмотря на поражение, после всего-то 18 бросков в створ Вячеслав Быков остался доволен игрой Коскинина. Главное, не терял концентрацию, пока армейцы долго атаковали. Впрочем, если с Финном не пойдет, теоретически до 25 декабря можно снова поменяться. В принципе, можно будет и позже, но только на конфликтующего, то есть отказавшегося играть за прежнюю команду игрока. Но эта форточка в трансферном окне захлопнется с началом плей-офф. Уход Коскинина – отличный стимул для Сибири ставить в раму домороченных хоккеистов, как это делает тренерский штаб московского «Динамо». Время самых сочных кадров недели и рубрики «Самый сок». На ваших экранах чемпионат Швеции по хоккею, а точнее галкипер клуба «Эребру» Юлиус Гудачик после встречи с Юр Гордоном. Его клубу удалось победить в важном матче, а сам он, видимо, большой поклонник рыбалки. Вот что творил этот парень на глазах болельщиков. Одним клевым Гудачик не ограничился, он еще покатался на заливочной машине и всячески эпатировал публику. Чудак этот словацкий вратарь. Матч между московским «Динамо» и «СКА» в Лужниках заставил поностальгировать о финалах конференции «Запад» в 2012 и 2013 годах. Не только вывеской, а в первую очередь ходом встречи и сюжетом. Главную роль в котором сыграл MVP Кубка Гагарина 12 и 13 Александр Еременко. 41 отраженный бросок – это, извините, уровень. Очень высокий. Давайте насладимся мастерством Еремы. Кстати, подвиги вратаря принесли победу бело-голубым, как в старое доброе время. 2-1. Как сейчас не попадает в ворота. Старин передач на Калинин, бросок с острейшего угла. И Еременко показал, что клюшка и эту шайбу достал. Нападеют продолжение в среднюю зону. Мортенсен один на один, выходит. Еременко оттащит. Великолепнейший сейф Александра Еременко. Ну сколько он сегодня таких ужасов творил. Сейчас вы можете видеть уникальные кадры. Автобус хоккейного клуба ЦСКА. На нем армейцы Москвы приехали играть в Ярославль с локомотивом. Мало кто пустит камеру в такую святая святых. Но вы можете лицезреть места, где сидят Александр Радулов и Стефан Дакоста, Симон Хьялмарсон и Ян Муршак. Когда тепло, в последнее время Саша там любит спать. Михаил Зуев является водителем этого аппарата. Большая ответственность и большая честь. Такое мы увидели прошедшую хоккейную неделю. Не выключайтесь из игры. Всем хоккей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok